Здравствуйте, пидорастуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в «Поиграем с Фёдором». Меня зовут Фёдор, и сегодня, после небольшого перерыва в нашем расписании, мы продолжаем проходить игру неизвестного авторства, найденную мною в дипвебе, так называемую компьютерную симуляцию в Омангеры. Это, насколько я знаю, обновленная версия, в которой мы сможем посетить гораздо больше локаций и позабавиться с гораздо большим количеством гипертекста. Впрочем, отвечать я за это не могу, потому что игру делаю не я, я к ней не имею никакого отношения, никак с ней не связан, не потратил на неё долгие, изнурительные часы, сутки даже, сутки, десятки суток, бесцельной, бесцельной муки за клавиатурой, чтобы никто не оценил, а только засирали всё, унижали моё творение. Вот. Определим свою судьбу. Вы — дремучий колхозник по имени Пётр. О, в этот раз повезло. Хе-хе. Подмосковный городок Северск всегда был для вас особым местом. Местом, где вы впервые научились кататься на скейте, где вы впервые обучились стрелять из травмата, где вы, при всё ещё до сих пор невыясненных обстоятельствах, потеряли отчима, человека, который привил вам глубокое уважение к капрофагии. Тот вечер, когда отчима нашли в сыром подвале с травмами в области паха, почему-то всё чаще вспоминается вам в последнее время. Виной тому смутные слухи о неких вамангерах, негодяях, которые грабят, если ты не из хрущёвки, и поклоняются православию, но ненавидят других верующих. Большинство свидетелей соглашаются, что отморозки организовали свой бункер возле городской помойки. Как дремучий колхозник-патриот, который стремится исполнить гражданский долг и мечтает сразить угрозу на корню, вы отправляетесь к местному участковому, экипированный различными полезными приспособлениями, приличным здоровьем в сто очков и хорошим настроением. В добрый путь, Пётр! Слава России! Выйти во двор у нас единственная опция здесь. Я думаю, выберем её тогда. Двор. Милый двор, типичный для города Северск, встречает вас привычным плачем соседского младенца Егорушки на фоне работающего в одной из квартир вашей пятиэтажки пылесоса. Дорога, ведущая прочь из спального района, как обычно устелена шприцами и окурками. Зато на обочине, в паре метров от вашего подъезда, лежит что-то новое, облепленный калом железнодорожный костыль. Люди на широкой улице родного спальника выглядят по своему обыкновению озлоблено. Впрочем, в некоторых проплывающих мимо дутловатых лицах вы узнаёте что-то атипичное. Тревогу. Обеспокоенность. Возможно, слуха в омангерах задел не только вашу чуткую психику. Нужно спешить к участковому. Уж старый добрый шакал Соломонович Папаёбель, уважаемый всеми на районе за стойкую защиту маленькой девочки, будет знать, что к чему. Впрочем, вы свободны идти куда пожелаете. И варианты у нас здесь, ребята, пойти к участковому, заглянуть в гастроном, вернуться к себе домой, пройти на чёрный рынок, завернуть в дом культуры, посетить храм, вот это хороший вариант, я бы его выбрал, зайти в аптеку и разведать местность возле помойки, где, согласно легенде игры, как раз таки обретаются наши немезиды, так называемые вамангеры. Ну, я думаю, пойти пока что по сюжету, пойдём к участковому, как и в прошлый раз. Вы тяжело вздыхаете и выдвигаетесь к своей цели. Участковый! Я иду! Регача, как ослица, вы оглядываете старенькое двухэтажное здание, в котором ещё в светлые советские времена обосновалась районная милиция. Несмотря на патологический страх, ненависть, но при этом ещё и какое-то льстивое угодничество, низкопоклонство русского народа, да, впрочем, и всех остальных славян, перед абсолютно любыми представителями власти, вы не испытываете ничего, кроме ностальгии, глядя на этот участок, любовно прозванный жителями города Северск, Общество Память. Где-то здесь, за скрипучими дубовыми дверями, в своём уютном кабинете ждёт визитов законопослушных граждан участковый Шакал Соломонович. Ну, я думаю, что надо навестить всё-таки Шакала Соломоновича, да? Так что войдём внутрь. Сразу же после того, как за вашей спиной захлопываются тяжёлые, сырые двери участка, вас накрывает странное чувство. Осознание, будто здесь что-то не так. С одной стороны, в участке всё типично. Пол усыпан использованными презервативами, в камере пыток рвёт в кандалах молодой хипстер, огромный размером со щенка овчарки моллюск в углу коридора, ундулирует, поедая выложенное для него в блюдечко сало. Но при этом стены главного коридора украшают уж слишком много граффити странного содержания. «Вамангеры сила всем могила!» «Блокпосты! Вы круты!» Или лучше сказать «Блокпосты! Вы круты!» «Блокпост фэски! Тут был!» «А на полу уж слишком много дурно замытых луж крови». О, господи, что же произошло, ребята? «Внезапно вы видите слона в комнате, или в данном случае в длинном мрачном коридоре. Дверь в кабинет участкового выбита и размёта на пофойе. Блокпост фэски тут был! Жуткое послание не даёт вам покоя. Что же здесь произошло?» Ну давайте, ребята, войдём в кабинет. «Кровавая вакханалия!» Участковый шакал Соломонович всё ещё сидит за своим столом. Только вот его губы были срезаны тупым ржавым лезвием. И это ещё не всё. Подойдя ближе, вы замечаете, что пах добропорядочного старца раздроблен киянкой. Впрочем, несмотря на жуткие увечья, крепкий патриарх всё ещё жив. Шакал Соломонович, вы в порядке? Или... А, вот, по-весёлому поздороваемся. Ну, здравствуйте, пидорастуйте, шакал Соломонович! «Тише, дитя! Дай мне сперва на тебя глянуть! Ты... Ты ведь дремучий колхозник Пётр, не так ли? Подойди поближе! Всё стало таким тёмным!» Дрожат страха и отвращения, вы делаете неловкий шаг навстречу к изуродованному участковому. «Да, точно ведь, Пётр! Помню, помню, как учил тебя водку пить! Как раз это на крестины твои было помнится! Ох, как время летит! А теперь уже без минуты в верхней тундре твой любимый шакал Соломонович, наставник и второй отец!» «Воспоминания начинают бурить ваш раскалывающийся от боли череп! Вы закусываете нижнюю губу!» «Помолчите, пожалуйста, шакал Соломонович! Нужно беречь силы, пока я вызываю скорую!» «Нет, нет, не пытайся ничего говорить! Ты мне уже не поможешь!» «А про ситуацию, думаю, ты уже и так всё знаешь!» «Это были они!» «Вамангеры!» Банда обезбашенных гопников под управлением блокпоста «Жлоу» и блокпоста «Фэшки!» «Эти ребята ненавидят органы правопорядка, молятся на хрущевке, пользуются компами в интернет-кафе, а потом уходят, не заплатив, когда-то они уже правили бал в нашем светлом городе Северск, но в тот раз народ взбунтовался и изгнал вамангеров. Причиной тому послужило убийство одного очень уважаемого в нашем городе человека, твоего близкого человека, отчима». «Они убили моего отчима?» «Да, ты не ослышался, отчима, и я не лгу. Вамангеры убили твоего самого дорогого человека. Я тебе не говорил, поскольку знал, что ты захочешь отомстить. Но теперь пришла пора для правды. Ты единственный, кто сможет победить вамангеров, Петр. С тобою сила белой расы. Я бы тебе даже настоящий огнестрел выдал, но ты ж сам понимаешь, ты гражданин Российской Федерации, а овцам даже самым покладистым пастушья розга по статусу не положено. Так что возьми эти два патрона для травмата и ступай». «Куда же мне идти?» «Иди на черный рынок. Отыщи там цыганчика Виталия и узнай, как проникнуть в кунг вамангеров и казнить неубиваемого блокпоста зло. Сделай это и оставшийся без своего вышибалы трусливый Фэски заберет выжившую гопоту обратно в Люберцы работать над переносом Даггерфол на движок Юнити». Пароль Срокотан. Шакал Соломонович рыгает напоследок и умирает. «Теперь вы остались один в этом жестоком мире». «Ну, ребята, после такого только уйти и остается». «Ох, боль утраты и разочарования накрывают вас свинцовым одеялом, когда вы вспоминаете, что с Шакалом Соломоновичем сделали кровожадные вамангеры. Во славу России вы клянетесь наказать хулиганье». «Ну что же, Шакал Соломонович сказал нам идти на черный рынок. Я думаю, что так мы и поступим». Вы тяжело вздыхаете и выдвигаетесь к своей цели. «Черный рынок! Я иду к тебе!» Ваше сердце сжимает тоска. Это происходит еще на подходе к некогда таившему целый ворох секретов месту полулегального торга. Похоже, что слухи про опалаумевших вамангеров дошли и до городского рынка, там, где еще на прошлых выходных деловитые грузины разливали по картонным тарелкам бурлящий украинский борщ, где разномастные хачики и цыгане предлагали целый сон товаров и услуг от нестиранных носков до собачьего ливера. Теперь растянута хмурая колючая проволока, а у единственной прорехи, воцепившей рынок изгороди, дежурят два бритоголовых парня, с отнюдь неспортивными бейсбольными битами. Один из них кажется вам поразительно знакомым. Да, это же Борцуха, почетный ариец, с которым вы когда-то вместе учились, Борцуха Борис. — Пошел ты нахуй, дремучий колхозник Петр! Что такой чмошник, как ты, делает на белом рынке города Северск? Да-да, ты не ослышался. У нас тут теперь белый рынок. Пользуясь сумятицей, которую вызвали слухи о вамангерах, отморозках, которые якобы делают моды к игре Моровинт и могут убить, если ты не из их района, отделение Вафен-СС города Северск отбило всю торговую площадь у хачиков. Наше бритоголовое братство прогнало основную массу кавказцев прочь в глубокое Подмосковье, а их главаря, цыганчика Виталия, мы заключили в темнице из ящика от фруктов, где он отбывает свое наказание и поныне, два дня спустя. Вот так, одним волевым движением, мы вернули собственность расы и обезопасили будущее для белых детей. Правда, радоваться еще рано. Буквально через пять минут после изгнания грязных чуркобесов нам стало известно о плане блокпоста Фэски превратить этот рынок в дискотеку для вамангеров, где будет играть только хуевая электроника и радио шансон. Вот мы тут и окопались. А теперь ты еще сюда свою мохнатую жопу притянул. Что надо? Клянусь Россией, у меня нет времени. Говори по делу или ступай прочь, пидор. Бита в руках сомнительного знакомца как бы говорит вам, без важного повода здесь лучше не задерживаться. И мы можем вернуться, либо спросить про лидера чурок. Я спрошу про лидера чурок. А че это так затронут судьбой цыганчика Виталия? В насильственном удержании нас обвинить желаешь, навольноид? Или, может, разработать шоколадные копи с ним хочешь? Так ты и со мной это можешь. Мне как раз делать нечего. Нагло подмигивая, сообщает зловредный Борис, почетный ариец. Выслушай меня, брат. Заливай кому другому. Борцуха демонстративно затыкает уши. Для меня ты, может быть, дорогой человек, Петр. Одноклассник, как-никак, однокашник. Помню, помню, как пизды тебя вломлял в раздевалке перед физрой. Так тебя избивал, что аж пиписька из заветного кармашка у меня вылезла. Думал в тот миг прям на той табуретке тебя выебать, но пожалел. Уберег от оч участи гея. Потому что ты мне, по сути, как брат родной. Но вот в глазах великомученика Алексия Романова Ты пока никто. Муртад. Таких пленникам допускать большим бомбилой не велено. Хочешь повидать цыганчика Виталия? Покажи мне, что ты веришь в идеалы ЗОЖ. Займись спортом хоть чуть-чуть. Развей мускулатуру живота. Сиськи свои жирные умерь. Будет вот у тебя хотя бы 250 очков здоровья на тебя не только мы с пацанами, но и сам великий дракон по-иному посмотрит. А до тех пор пиздуй отсюда, петух. Ладно, Борис, почетный ариец. Я вернусь, когда стану сильнее. Так, ребята, нам с вами надо накачаться. Сейчас вот давайте на худ посмотрим наш... У нас с вами 100 очков здоровья. А нужно нам 250 каким-то образом заполучить. Я знаю, что в этой игре можно в боях участвовать и там накачиваться. Но я думаю, что есть какой-то более быстрый способ. Вот как раз сейчас кофе побил и подумал... Наверное, можно будет в местной аптеке стероиды какие-то приобрести или что-то такое, чтобы быстрее мышцы накачать. Давайте туда сходим. Так. Зайти в аптеку. Вы тяжело вздыхаете и выдвигаетесь к своей цели. Аптека, я иду. Повизгивая и похрюкивая, вы вваливаетесь в районную аптеку, совмещенную с травмпунктом. Ваш беспокойный взгляд скачет по незамысловатому интерьеру храма Гиппократа. С хрустального шкафа, набитого просроченными медикаментами, на протяжно зевающего посреди помещения разнузданного моллюска. И далее на рассевшуюся за прилавком вечно недовольную медработницу Маслову Марию Жердяевну. Дама с праздозрительным энтузиазмом поднимает руку в знак приветствия вам. Здрасте, пидорасти, дремущий колхозник Петр. С чем пожаловали? Опять угри на губе выскочили? Или так о пользе абортов побеседовать зашли? Сразу скажу, лекарств у меня нету. Власти конфисковали в ответ на американские экономические санкции. Какие пустые коробки от препаратов на помойке нашла, такие тут и выставлены. Зато могу предположить пластическую операцию по хорошей цене со скидочкой. Здоровье будет потом 100 баллов, вплоть до 250 очков. Смотрите, ребята, как раз, как раз эта же пластическая операция сможет дать нам 250 очков здоровья. И мы сможем продолжить свой квест. На черном рынке, извиняюсь, я прикуривал. Я теперь просто, ребята, окончательно забил на хоть какую-то гигиену и курю прямо у себя в спальне за компом. И не жалуюсь, заметьте, не жалуюсь. Блядь, не раскуривается с одного конца, только подпалил, погодите. Учука. Жига сломалась, пацаны, сейчас я раздую угольки. Вот это заебись, блядь. Хороший табак, ребята, вот я сейчас молока прокинул кружку, табака хорошего, блядь. Уже чувствую, как мышцы растут прямо в теле, вот бугры, бугры под кожей ходят. Ну вот. Спросим подробнее. Ой, еще раз, а можно поподробнее про операцию пластическую? Ну, разумеется, Петр, с улыбкой заявляет женщина. На Медне в общественном туалете клад нашла настоящий, почти новенький делоратор. Ну и решила с помощью этого добра процедуру новую разработать. Моя пластическая операция не только принесет чудовищный риск инфекции, возможно, не занесет вирус ВИЧ-спит в вашу систему и излечит подзалупные творога, но и сделает вас настоящим охотником новомангеров. Ммм. Руки будут, как у удава, брови, как у паука, бицепсы, как у страуса. Пропаховую область вообще молчу. Даже гроза полей и лесов дикобраз позавидует. Сами посудите. Вот пошли вы на восьмую международную конференцию в Праге с красным платком в заднем кармане брюк. А там какой-нибудь злобный хачик вас пытается на очко подсадить. Обычный человек бы сгинул. А у вас кулаки, как у ван-панчмена. Ногами пинаете, как Теодор Тед Банди. Рефлексы вообще словно у обезьяны. Настоящей железной арни. И все это только за пятьсот золотых. Как вам такое, предложенница? У меня просто-напросто нет сейчас таких денег. Ну, конечно. Как у такого педика, как ты, такой-то румяный капитал. Возвращайся, если мир окончательно с ума сойдет, и ты разбогатеешь, полип. Со вздохом разочарования заключает медработница. Блять, ребята, хуёво, как в реальности. Денег нету нихуя. Давайте, что ли, к себе домой зайдем. Может, у нас там лопатник есть. Вы тяжело вздыхаете и выдвигаетесь к своей цели. Квартира. Я иду. Взбежав по обшарпанной лестнице, вы, повозившись немного с ключом, распахиваете двери в свою видавшую виды двушку. Со входа вас обдает знакомый запах скисшей спермы и отрубей, а ваши уши начинает ласкать мелодия шебуршающих под плинтусами крыс. Вы проходите под добрыми взглядами с постеров Iron Maiden и Via Tresunny, мимо совмещенного санузла, в свою чистую, но неуютную спальню. На письменном столе стоит ваш верный приятель в мире цифровых технологий. Тетрис Стена Плача. Подли приспособы менее экзотические, но более полезные предметы. Бумажник, проездной, пара дополнительных патронов к травмату оса и уплетающий, разложенное по клавиатуре ушное сало моллюск, разросшийся до размеров котенка. Так, ну смотрите, бумажник есть у нас. Патроны еще, это полезно, потому что на нас рано или поздно нападут. Возьмем патроны. Патроны местами погнуты, благодаря вашим стараниям с плоскогубцами. Когда-то вы хотели перебить их под боевые, добраться на попутках до границы с Украиной и посвятить себя истреблинию необразованных донецких кацапов. Идея, впрочем, быстро начала казаться вам какой-то вторичной. Вы складываете готовые к стрельбе маслятов на грудную сумочку. Так, можем потрогать моллюска. Вы поглаживаете моллюска по мягкой, чуть шершавой голубоватой плоти, и он подается навстречу вашему движению, как ластящийся к хозяину котенок. Вы впервые замечаете, что глаза на длинных венистых стебельках у моллюска человеческие, добрые, почти материнские. Они смотрят на вас с жалостью. Ну, это не было так уж приятно. Возьмем бумажник. Вы с отвращением открываете окутанный слизью бумажник. К счастью, неприятное занятие вознаграждается судьбой. Внутри вы находите целые 3340 золотых монет. Хлеба на такое не купишь. Да ладно, блядь, не купишь. Но всегда можно подать нищему или запихать себя в жопу, а потом выставиться на онлайн-аукцион под личиной срущего деньгами мутанта. Продолжим исследование комнаты и уйдем отсюда. Слушайте, ну теперь у нас достаточно денег на пластическую операцию. Надо в аптеку вернуться. Идем в аптеку. Крик истязаемой кошки заставляет вас нервно дернуться. Из общественного туалета выпрыгивает озверевший гопарь. Свизгом он выхватывает увесистую вилку. Ёбаный пес, я к тебе обращаюсь. Я, вамангер Антоха Пушкин, ща тебя топтать буду. Принять бой. Слава России! Обдолбанный Антоха Пушкин не сводит с вас напряженного взгляда. Вы быстро оцениваете его увесистую вилку. Это оружие, созданное для единственной цели — причинять страдания. Но так ли оно хорошо в оборонительном бою? Время крови. Я выстрелю в него из травмата. Оса чуть не вылетает из ваших рук после мощного выстрела по ногам противника. Пуля, пусть и не готовая соревноваться со свинцом в убойности, наносит колоссальный ущерб. 96 очков урона нанесено. Пороховой ожог добавляет страданий и без того изувеченному неприятелю. Брутальный уличный боец доведен до состояния жалкой, рыдающей развалины. Боль слишком велика. Прямое попадание оставляет Вамангера с минус 17 очков жизни, а вас с семью зарядами для оса. Бой завершен. Хрипя и булькая, Вамангер слепо тянется куда-то в сторону. Но слишком поздно. Уставшее бороться за жизнь тело обмикает на грязном асфальте. Это была славная битва. Вы склоняетесь над трупом поверженного уголовника, известного также как Антоха. Глядя на исковерканное тело вашего недавнего противника, вы задумчиво произносите. Не я начал эту войну. Но клянусь душой матери, я ее закончу. Вы вздрагиваете и выпрямляетесь. Время не стоит на месте. А у вас еще масса дел впереди. Чужая агония услада для ваших чресел. Часть жизненных сил этого Вамангера теперь ваша. Поздравление. Очки жизни теперь равны 115. Кроме того, из трупа выпадает 66 золота. В вашем кошельке теперь уже 3406 золотых. Продолжить. Страшное испытание, которое вы только что прошли, уже начинает растворяться в вашем воспаленном мозгу. Но вместе с ним забылось и кое-что поважнее. Вы забыли, куда шли. В аптеку мы шли, в аптеку. Так. Блять, на нас еще один Вамангер напал. Из пункта приема стеклотары выползает агрессивно выглядящий деформант. Он держит в руке покрытую коростой вязальную спицу. Эу, говно! Я Вамангер Жора Черный. Ща тебя топтать буду. Принять бой. Слава России! Озверевший Жора Черный хребит от ярости. Невольно сглатывая ком в горле, вы смотрите на его покрытую коростой вязальную спицу. Это поистине дьявольское оружие. Но так ли оно хорошо в защите? Самое время для старого доброго ультранасилия. Я выстрелю с травмата. Блять, нормально. Ваша атака раздирает кожу и язвит обнаженную плоть. Боль настолько сильна, что она вернулась в прошлое и посоветовала матери вашего противника сделать аборт. Минус двадцать девять очков жизни. Сбежать от жизни можно. От смерти? Никогда. Ваш враг падает. Лужица мочи расползается под трупом, медленно втекает в реку крови, бьющей из его ран. Вы похрустываете шеей и с нескрываемым отвращением смотрите на приконченного вами горького алкаша. Глаза вам ангера навсегда закрылись, и дикий огонь, блуждавший в них, потух. В вашей голове гремят яростные раскаты грома, и ваше лицо идеально отображает это. Вздохнув, вы отворачиваетесь и начинаете торжественно плестись куда подальше по своим делам. Чужая агония услада для ваших чресел. Часть жизненных сил этого вам ангера теперь ваша. Поздравление. Очки жизни теперь равны 133. Кроме того, из трупа выпадает 75 золотых. Продолжим. В аптеку не попасть прямо, блин. О, дошли. Отлично. Здрасте, пидорасти, дремущий колхозник Петр. Спросим подробнее про операцию, и скажем, теперь вот она описала ее. У меня есть деньги, и я согласен на операцию. Отличненько. Напутствия какие-нибудь имеются? Ха-ха, мне на самом деле неинтересно. Сперва только введу обезболивающее. Медицинская оппортунистка наотмашь хуярит вас в лоб сковородкой. Когда вы со стоном падаете на заблеванной пол аптеки и начинаете колотиться, как постыдный эпилептик, медицинская работница ухватывает вас за ногу и волочит в пахнущую мертвичиной дыру в стене. Ваше тело скрючивает страшные боли, в то время как ваши уши будоражат вопли, разрезаемые чьим-то скальпелем морской свинки. Последнее, что вы видите перед тем, как провалиться в бездну, это вашего близкого, убитого вомангерами отчима. Дорогой с детства образ склоняется над вами и тихо шепчет. Мне никогда не хотелось умирать, но вомангеры срезали мне соски потерять сознание. Конглатурации шокирующих перемен пора! Конглатурации здоровья теперь 383! Такого точно никто не ожидал! Урон в кулачном бою теперь 25! 25! Святые угодники! Теперь вы второго уровня! Скоро вам ангеры узнают, почему люди боятся ночи! Святые угодники! Деньги за операцию были взяты! Теперь ваш кошелек содержит 2981 золотой! Прийти в себя! Как чувствуете себя в новом теле, мой мальчик? Впрочем, можете не отвечать! Я уже по радио гадостей сегодня наслушалась! Отлично! Теперь мы можем пойти на черный рынок! Вы вздыхаете и выдвигаетесь к своей цели! Черный рынок! Я иду! Вы снова на бывшем черном рынке города Северск! У опутанных колючей проволокой ворот по-прежнему дежурит вооруженный битой борцуха Борис, почетный ариец, с которым вы когда-то вместе учились! Этот борцуха смотрит на вас с неприязнью! Я ж тебе сказал, пидор! Пока не накачаешься хотя бы до 250 очков здоровья, хуй тебе, а не свидание с личностью вроде гнилостного цыганчика Виталия! Мое здоровье превосходит 250 очков! Я борцуха! И я требую пропустить меня к владельцу рынка! Не верю ни единому слову! Совесть имей, вранье такое распускать по Руси-матушке! С явным недоверием шепчет борцуха Борис, почетный ариец. Ну-ка, дай оценить свою фигуру! Пиздец! А ведь точно! У тебя же реально мышцы живота, как у могущественной панды, глаза, как у Одина, но при этом пальцы подобнены ладоням звезды по имени Солнце! Да тебе в культуристы пора! Хочешь повидать цыганчика Виталия? Ну, будь по-твоему, пошли! Спасибо, брат! Я сделал это для тебя! Пошли к бывшему владыке базара! Либо Твоя похвала ирелевантна, плебей! Веди меня к королю базара! Вот это выберем! Ваш бывший одноклассник, борцуха Борис, почетный ариец, ведет вас через оккупированный с кинами рынок города Северск. Следы новой власти видны повсеместно. Пестрые лукошки с мандаринами заменены на футболки с расписанием нового тура группы Аркона. Вместо румяной шавермы на полках штабелями выложены оренбуржские кружева. Вы проходите мимо всей этой анархии и останавливаетесь около высокого деревянного ящика, помеченного незамысловатой комбинацией букв НЕКОНТОВАТЬ, да? Сквозь щели между увесистыми досками на вас смотрят печальные глаза цыганчика Виталия. О-о-о! Мой добрый друг, дремучий колхозник Петр! Зачем пришел УРУС? От участкового, может? Сказать мне пароль СРАКОТАН может? Тогда соснихуй, УРУС! Мой народ, чурки, были природным сдерживателем вамангеров. Теперь, когда мои люди были разбиты, а я пленен, планом блокпоста зло уже не помешать. Какой кошмар! И на этом, ребята, потому что варианты ответа еще не прописаны. Видимо, наше приключение по миру вамангеров пока что заканчивается. Но мне хочется в него вернуться снова и снова, знаете? Чтобы вот узнать, чем же эта драма закончится, как же мы город спасем от вамангеров. Это же вообще пиздец какой-то, да? Вообще обосраться может они, ребята, пиздец нахуй. Ху! Вот это пиздец, конечно! Это, конечно, вы дали, ребята! Это, блядь, какая-то просто чума! Хуй знает! Блядь, я попробую поставить, конечно, группу дедушки на фон этой хуйни. Ну, из ядерного титбита оригинального, знаете? Всякая-то хуйня, типа, как, блядь. Вот, но я не знаю, может они копирайтом каким-нибудь сейчас защищены. С этим надо осторожнее. Так что, если что, не пиздите за то, что музыки нет. Потому что так вот вышло. Такие дела, ребята. Ну, что я могу вам сказать? Спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться! Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы о каждом моем новом видео вас оповещали оповещения! И на этом до новых встреч! Все, пока! Пока!